Американские ВВС провели разведку побережья Сирии. Сегодня сразу два аборта были замечены возле российской военно-морской базы в сирийском порте Тартус. По некоторым данным в операции участвовали противолодочный самолет Посейдон, который вылетел с авиабазы на Сицилии, и самолет-разведчик с системой АВАКС. Его США недавно перебросили на авиабазу в Великобритании. Кристина Федорова о ситуации в Сирии. Весь мир ждет, когда Дональд Трамп сделает непоправимое и нажмет на красную кнопку. В Пентагоне уже сообщили одно слово американского лидера, и по авиабазе Шайрат немедленно нанесут ракетный удар по тому же сценарию, что был в апреле этого года. Для осуществления плана Америке нужен лишь повод. В то же время Пентагон привел к боевую готовность авиацию и флот. В море дежурят два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами «Тамагавк» и два сторожевых корабля. Осталось только найти повод. И по словам главы нашего МИД Сергея Лаврова, любые заявления Белого дома сейчас можно расценить лишь как предлог для удара по Сирии. Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться. Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами «Тамагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы. В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков предположил, что Россия испугалась сбивать американские «Тамагавки», чтоб не ввязываться с американцами в серьезную конфронтацию. Один американский эсминец показал, что стоит всего Черноморского флота России, а система ПВО россиян в Сирии оказались неспособны противостоять американским ракетам. Об этом написал в своей колонке в новой газете российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его словам, атака американцев по авиабазе «Осада» показала разницу между российским и американским флотом. Эсминцы «Портеры Рос» продемонстрировали отменную скорострельность и боевую мощь, запустив за 14 минут 59 крылатых ракет «Тамагавк» по целям в Сирии. Нашему ВМФ, чтобы запустить пару десятков калибров НК, приходилось собирать целую флотилию. По боевой мощи и эффективности один американский эсминец. В США их сейчас 63 штук и еще 22 крейсера, сравним со всем Черноморским флотом, написал Фельгенгауэр. Он также сравнил атаки американцев и россиян крылатыми ракетами в Сирии. Россия била по боевикам и сирийской оппозиции калибрами, при этом у противника не было никаких систем ПВО, радаров и прочей техники. США в свою очередь запустили «Тамагавки» в условиях наличия у сирийских правительственных войск новейших российских истребителей, радаров из АРК, а систему ПВО сирийской арабской армии российские специалисты ударно модернизировали и укрепили. Кроме того, он отмечает, что Пентагон перед атакой еще и сообщил россиянам о своих намерениях, а те все равно никак не отреагировали. Не менее 59 крылатых ракет «Тамагавк» прошли, как горячий нож через масло, сквозь российско-сирийскую ПВО, написал Фельгенгауэр. США впервые в истории разместили в Великобритании полный набор стратегических бомбардировщиков. Все это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, сообщает ВТАИМС. Речь идет о двух бомбардировщиках-невидимках В-2, трех В-52 «Стратосферная крепость» и трех В-1 «Лансер», которые теперь стоят, будто во времена Холодной войны, на авиабазе «Фэрфорд» в Глостершире. Эти самолеты способны нанести ядерный удар. Пентагон подсчитал, что необходимо напомнить Москве о возможностях США, тогда как Россия занимает все более агрессивную военную позицию, в том числе постоянно отправляет патрули и стратегических бомбардировщиков границам США, Великобритании и воздушного пространства прочих членов НАТО, пишет ВТАИМС. Авиабаза «Фэрфорд» – запасная база США для проведения европейских операций. Прибывшие стратегические бомбардировщики, все из которых участвовали в боевых операциях после Холодной войны, в том числе в Ираке и Афганистане, дадут американским ВВС испытать свои силы по координации миссий. Как заявил командующий 3-й воздушной армии США со штаб-квартирой в немецком Ромштайне генерал Ричард Кларк, размещение на европейской территории всех трех типов стратегических бомбардировщиков покажет, как наша команда союзников может быстро собраться в назначенное нами место и время, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой вероятной агрессии. Как ожидается, все 8 самолетов, а также большой контингент их поддержки, вроде дозаправочных танкеров, в ближайшее время будут совершать многочисленные перемещения между Прибалтикой, где идут учения, и своей базой в Великобритании. Единственный раз все три типа стратегических бомбардировщиков участвовали в одной и той же миссии. Это было в прошлом году, во время учений на американской базе на острове Гуаме, сообщает The Times. Субтитры создавал DimaTorzok